Начинаем разбирать следующий наш эксперт, который называется ForexTeplex2.8. Нажимаете ссылочку «Открыть папку с экспертом» и вы увидите знакомые папки и файл. Этот файл является экспертом. Файл с расширением .exe4. Называется он ForexTeplex2.8. И мы открываем наш корневой каталог MetaTrader. Это тот каталог, куда установлен ваш MetaTrader. В каталоге MetaTrader ищем папочку Experts и туда переносим наш эксперт ForexTeplex2.8. Теперь в этой же папочке мы находим папку Presets, открываем ее и создаем папку такую же самую, то есть под названием нашего эксперта ForexTeplex2.8. Это делается для того, чтобы вы не путали, для чего данные настройки предназначены. Как вы помните, папка Presets является папкой, в которую мы заносим и сохраняем все настройки для наших экспертов. Итак, открываем наши Presets, которые вы получили на диске. Данные Presets также предназначены для счета микро и для котировок, которые отображаются в виде пяти знаков после запятой. Я их выделяю и переношу в папку Teplex, которую я создал в папке Presets. То есть Experts, Presets и здесь создал папку ForexTeplex2.8. И сразу вам говорю, что данный эксперт, он отличается от других экспертов, которые мы посмотрели в предыдущих разделах. Этот эксперт является более агрессивным, чем остальные эксперты. Поэтому я советую вам посмотреть очень внимательно урок по оптимизации и все остальные уроки по данному эксперту. Мы видим, что здесь у нас уже идут валютные инструменты более умеренные, которые не такие агрессивные, как, к примеру, евро, доллар, фунт, доллар и остальные валютные агрессивные инструменты. Здесь уже более умеренные валютные пары. И поэтому я вам советую посмотреть все уроки по данному эксперту. Итак, Presets мы загрузили. Теперь нам нужно загрузить в папку Tester наши настройки, наши файлы для оптимизации эксперта. То есть те файлы, которые будут нам помогать оптимизировать данный эксперт. Мы снова заходим в корневую папку MetaTrader, находим здесь папочку Tester и снова здесь же в этой папке создаем папку под названием нашего эксперта. То есть папку Forex Teplex 2.8. Здесь я уже ее создал и вы сделаете то же самое. Как вы помните, я пользуюсь брокером, который показывает пятизначные котировки. И папка оптимизация также разделена на разные котировки. Это вы уже знаете с предыдущих уроков. И здесь находятся наши set-файлы для того, чтобы оптимизировать данный эксперт OneStep Mini и OneStep Micro. Я переношу эти файлы в папку Forex Teplex 2.8, нажимаю ОК и все. У нас все готово. Теперь мы можем загружать наш эксперт. Мы открываем наш торговый терминал и после этого мы открываем валютную пару, по которой у нас имеются настройки и выставляем таймфрейм 1 час. Итак, у нас есть настройки по евро фунту, поэтому мы открываем данный график и открываем окно графика. Здесь выставляем таймфрейм 1 час. Теперь переходим в навигатор и видим, что у нас здесь есть советник Forex Teplex 2.8. Также видим, что он у меня цветной, у вас же он будет черно-белый. Это говорит о том, что ваш эксперт готов к работе и он в скомпилированном виде. То есть он не в открытом коде, а уже готовый к работе. Итак, я переношу его на график и у меня открываются входные параметры. Здесь я ставлю разрешить советнику торговать. То есть ставлю стандартные галочки. И здесь загружаю настройки. Сразу открывается папка Presets. Я открываю Forex Teplex 2.8 и открываю настройку для евро фунта. Нажимаю открыть и у меня автоматически загрузились настройки по евро фунту. Теперь давайте пройдемся по параметрам советника. Я не буду разделять эти уроки надвое, потому что здесь параметры похожие, но отличаются, в корне отличаются. Алгоритм действий, а именно поведение данного советника отличается от других. Как вы помните, я сказал, что он более агрессивный, чем остальные. Здесь мы видим стандартный параметр Expert ID. Здесь мы видим стандартный Can Open New. И здесь мы видим Market Execution. Здесь стоит положение False. Данный параметр отвечает за то, что эксперт будет выставлять ордера и стоп-лоссы отдельно. Если вы поставите положение False, то ордера стоп-лоссы и тейк-профиты к этим ордерам будут выставляться в ту же секунду, то есть с одним приказом. Если же вы поставите положение True, то будет выставляться сначала ордер, например, по какой-то цене Buy Stop Order. Затем к этому Buy Stop будет уже выставляться тейк-профит, затем стоп-лосс. То есть эксперт каждую операцию будет совершать отдельным приказом. Это сделана функция для того, чтобы можно было работать у таких брокеров, как Broker Company, потому что там нельзя выставлять сразу одним приказом ордер, к нему стоп-лосс и тейк-профит. Так нельзя выставлять. Там нужно выставить сначала позицию, либо выставить ордер, а потом уже к этой позиции приклеивать стоп-лосс и тейк-профит. Если же вы торгуете на обычных брокеров, к примеру, Alpari, то вы выставляете False, тогда у вас советник будет торговать, как обычно. То есть он будет просто открывать сделки уже со встроенным тейк-профитом и стоп-лоссом. А если вы будете торговать, к примеру, на Broker Company или Instaforex, там тоже действует такое правило, что сделки вместе со стоп-лоссом и тейк-профитом открывать нельзя, только по отдельности. То есть мы открываем Buy, затем снова заходим в этот Buy, открываем тейк-профит, затем снова открываем стоп-лосс и так далее. Итак, если вы торгуете у обычного брокера, выставляем False. Дальше мы видим TimeFrame, это стандартная также настройка 60 минут, значит 1 час. Дальше Trend Points. В предыдущем эксперте мы с вами рассматривали также этот параметр. Это тоже своего рода такой размах, в пределах которого эксперту будет разрешаться открывать первую позицию. Данный эксперт открывает также позицию по рынку, первую, а дальше он уже работает ордерами. Это все мы будем настраивать автоматически в тестере стратегии. И дальше мы видим снова наш знакомый блок с ордерами, наш уровень Level, Order Counts и наши ордера, которых у нас всего является тут 10. Это все мы будем настраивать в тестере стратегии автоматически. Итак, что у нас здесь нового появилось, это Market Execution и данный параметр также он здесь отрабатывается немножко по-другому, не так как в прошлом в советнике. Поэтому это можно считать, что тоже новый параметр. И все остальное у нас осталось то же самое. То есть для того, чтобы оптимизировать эксперт, мы увидели, что у нас поменялось только два параметра. Это вот этот, который мы вообще не будем оптимизировать и вот этот. Все остальное осталось то же самое. Другие здесь только правила, которые находятся внутри эксперта и о которых мы поговорим с вами в следующем уроке. Я вам там покажу, как он торгует, как он себя ведет. Здесь мы видим те же самые блоки Allow Flux, которые присутствуют в остальных экспертах. Данный параметр отвечает за вывод информации. Информационное окошко, которое у нас выглядит с желтым цветом по умолчанию. Дальше данный блок отвечает за окошко, которое выскакивает при любом действии эксперта. Это мы также помним с предыдущего раздела. Allow Mail мы должны настроить в сервисе. Это мы смотрим в первом разделе. Если Slipage у нас стоит 30, также помним, что если нам нужно поменять значение для четырехзначных котировок, мы убираем этот нолик. Тогда Slipage у нас будет 3. И для четырехзначных котировок это обозначает, что проскальзывание у нас будет 3 пункта. Если же у нас пятизначные котировки, мы выставляем 30. И Trend Points так же само. Мы здесь видим, что у нас здесь предназначена переменная для пятизначных котировок. Если же нам нужно сделать для четырехзначных котировок, убираем нолик. И Level точно так же мы убираем нолик. Значит здесь, чтобы изменить параметры для четырехзначных котировок, вам нужно поменять, то есть убрать один нолик с переменной Trend Points. Затем убрать один нолик с переменной Level и убрать один нолик с переменной Slipage. Тогда ваша настройка уже будет готова для брокера, который показывает четырехзначные котировки. И в данном случае, который разрешает выставлять вам микролоты вида 0.0.1. Так, я выставляю все обратно и нажимаю кнопочку ОК, чтобы мой эксперт начал совершать сделки. Slipage 30. Итак, мы все загрузили, прошлись по параметрам, нажимаем ОК. Теперь наш советник имеет право торговать. Тут же он начинает открывать сделку и мы видим, что он открывает сделку. Сделка открылась успешно. Все правильно. И мы видим, что выскочило сразу окошко. Теперь мы увидимся с вами в следующем уроке, где я вам расскажу, по какому принципу выставляет стопку ордеров данный эксперт. Спасибо.